Всем привет, дорогие друзья! С вами WebDesignMaster. Мы продолжаем создавать сайт под ключ на заказ. Итак, мы сверстали секцию «Поставляемое оборудование». Сегодня мы рассмотрим верстку такой несложной секции всем клиентам скидки и сверстаем секцию, с кем можно связаться через сайт. Так, ну давайте всем клиентам скидки сначала. Значит, где мы закончили верстать секшен, мы пишем новую секцию. S-White, как обычно. S-Dark, потому что секция у нас темная. И давайте посмотрим, что еще тут. Ну, давайте также сделаем какой-то... Хотя, в принципе, тут можно вообще не делать никакой обособленной секции. Так, это у нас секция... Так, а, все понятно. Дальше идем. Предыдущая секция у нас получилась также не очень большая. Поэтому мы возьмем вот эту начальную структуру, да? Как обычно. То есть, все секции у нас содержат заголовок H2. Мы его, конечно же, не применем взять. Так, закрываем div. И закрываем, конечно же, контейнер. Дорогие друзья. Так, поставляемое оборудование мы меняем на текст всем клиентам скидки. Всем клиентам скидки. Так, проверю, что идет запись. Запись идет. Отлично. У нас получилась новая секция. Она у нас уже сразу темная получилась. Давайте скопируем данный текст и создадим новый тег P. Так, call.sn12. Ну, в принципе, можно не добавлять больше лишней структуры. А просто здесь сделать P. И назвать, например, класс teaser.text. И сюда вставить. То есть, данный teaser.text мы можем вставлять потом в любую абсолютно... В абсолютно любую секцию, дорогие друзья. Давайте возьмем кнопочку. Отсюда. Чтобы нам долго, опять же, не париться. И потом посмотрим, как это можно обособить. И нужно ли это делать вообще. Так, ну, отправить заявку. Тут все нормально у нас. Единственное, что я сюда добавил, это вот текст-центр. Текст-центр. Ну, по-моему, текст-центр мы с вами не стилизовали. Поэтому давайте откроем header.sas. На этот раз уже header.sas. У нас, как вы заметили, сейчас собирается в кучу шаблон. В этом нет ничего страшного. Потом мы соберем проект в кучу. И у нас все нормально будет. Так, в header.sas, где-то вот в основных стилях. Так, мы забьем текст-центр. То, что текст-алайн у нас центр. Собственно. Давайте включим сеточку. Посмотрим, как тут располагается. Я же вижу, что здесь есть отступ один. Так, 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 так. Одна колоночка слева. И одна колоночка справа у нас также отступает. Так, ну, здесь мы маленько подкосячили сеточку. Но ничего страшного. Да, одна колоночка по обеим сторонам отступает. И скидку до 40%. Давайте здесь напишем все-таки 16-й год. Данную серию уроков я пишу в свободное время. Поэтому вы спрашивали, сколько будет уроков. Я не знаю. Я пишу в свободное время. Это чисто для урока. Так, что там? Скидку до 40%. Значит, стронг. Так. И смотрите. Нам все-таки придется обособить немного данный P. Также пишем call.sm. Только на этот раз уже 10. И call.sm. Offset 1. Таким образом мы добьемся отступ по одной из каждой из сторон. Давайте посмотрим, чтобы вы понимали, о чем идет речь. То есть, смотрите. У нас общая ширина вот такая. Широкая. А с offset у нас получается по серединке. Здесь отступ одна колоночка. И здесь одна. Давайте teaser текст оформим. Он у нас будет, так сказать, автономным. Автономным классом. То есть, неважно в каком месте он у нас находится. Будет находиться. Он будет у нас автономным. И, соответственно, оформим. У нас здесь OpenSenseLight. FontFamily. То есть, SunSertive. И здесь OpenSenseLight. Кроме того, FontSize 19 пикселов. В E-M. Для различных устройств. Так. Отлично. Отлично. Давайте уберем сетку, чтобы не мешало. LionHaze у нас хороший, добротный. Размер шрифта устраивает. Кнопочка. Ну, давайте сделаем MarginBottom 40 пикселов. Чтобы было побольше расстояния. Так. Уже был какой-то MarginBottom, да? По-моему. Давайте посмотрим. Но здесь очевидно, что он больше. Поэтому я бы даже сделал, наверное, 50. Я бы сделал 50. Кошка опять проголодалась. Кс-кс-кс. Так. Я бы сделал 50. Так. Секундочку. Ненасытное существо. Так. Всем клиентам скидки. Ну, в принципе, все. Данная секция готова, друзья. Давайте идем дальше. Так. Следующая секция у нас. С кем можно связаться через сайт. Кстати, насчет адаптивности. Тут, я думаю, нет смысла смотреть адаптивность. Да? Потому что... Ну, давайте посмотрим. Так. Работы. Всем клиентам скидки. Ну, видим, да? То есть, тут по умолчанию все нормально. Тут никаких заморочек. То есть, нет у нас с адаптивностью. Видим, да? Что все гармонично на любых разрешениях. Идем дальше. Так. Дальше у нас идет с кем можно связаться через сайт. И это у нас секция S-Grey. Давайте section. S-Wide. S-Grey. И... Ну, давайте S-Callback назовем. S-Callback. Так. У нас уже, по-моему, было что-то в буфере. А, нет. Не то. Не то. Так. Покрупнее сделаю. Фига на здорово. Встала. Оно в твоих руках смотрится, как конь. Так, друзья. Продолжаем. Значит, возьмем структуру. Также. Всем клиентам... А, это не то. И сюда вставляем. Ну, также замкнем. А, да. Конечно же. Ёлки-палки. Контейнер. И вставим. Закрываем. Так. А, ну все. То есть закрыли. Контейнер. Див. Call. См. И здесь у нас следующая секция. Это... С кем можно связаться через сайт. С кем можно связаться через сайт. Дальше идем. Роу. И, соответственно, здесь у нас идут айтемы. Ну, я думаю, айтемы можно сразу начать делать в сеточке. То есть, call. См. Давайте включим сетку. Посмотрим. Чтоб нам не ошибиться. Раз, два, три, четыре. По четыре в одной штуке. То есть, call. См. Три. Или четыре. А, нет. Четыре умноженное на три. И это и будет наша сеточка. У нас уже было вертикальное оформление. Да? Смотрите. Ну, я думаю, не стоит его брать. Я думаю, лучше сделать класс itemVertical2. Можно так именовать класс. То есть, вы потом, когда будете шаблонизацию какую-то делать, вы уже будете понимать, о чем идет речь. И, в принципе, наследовать мы не будем ничего из тех айтемов. Мы просто заново сверстаем, чтобы они у нас были независимые блоки друг от друга. Давайте сделаем rounded.emg.wrap. Так. Сделаем emg. Это у нас команда. Значит, emg. Peoples. Ну, member1. Не важно, это peoples. Alt для валидности. Мы, кстати, не проверяли валидность еще, по-моему. Но я уверен, что если мы ее проверим... Так, нет. Если мы проверим, то у нас будет зеленый цвет. То есть, валидность у нас будет хорошая. А, нет. Смотрите, две ошибки. Две ошибки. А, эти ошибки связаны у нас с leave reload. И еще что-то. Ну, давайте. Так. Ну, давайте для проверки откроем app в браузере. Что касается протоколов файл. Если вы видите какие-то ошибки в консоли, в протоколе файл, но их нету при работе сервера, значит, эти ошибки связаны только с протоколом файл. На них не обращайте внимания. Ну, давайте посмотрим на валидность. Валидность она везде одинаковая. И видим, что у нас ноль ошибок. У нас вставляется скрипт, который нам портит здесь кровь. Ну, давайте rounded.emgwrap оформим. По умолчанию. То есть, сделаем какое-то оформление. Я думаю, можно header.sus закрыть и продолжать верстать уже непосредственно в mine.sus. Во-первых, border.radius. 10em. Можно сделать, в принципе, border, да? Тут у нас есть уже какой-то border. Ну, зря беру цвет, потому что у нас accent color. Давайте сделаем border. Accent. 5 пикселов solid. Сейчас посмотрим, 5 ли пикселов или не 5 пикселов. Так, дальше что мы делаем? Overflow hidden. Отлично. И смотрите, мы сделаем сейчас фиксированную высоту и ширину, на примере, как здесь. А если нам надо будет где-то кастомизировать это значение, мы уже будем кастомизировать. То есть, я думаю, понятно, да? То есть, виз 136 и хейс 136. Так. А что касается изображения, мы пишем, как у любого уважающего. Уважающего. Ну, давайте сделаем text-align center сначала. И, как у любого уважающего себя изображения, мы сделаем max-vis 100%. Так. EMG. Так, будет вернее. Так, max-vis 100%. Так, все. Теперь у нас картиночка четко, ясно помещается туда, куда надо. Так. У нас отступов здесь вроде нету. Здесь все отлично. Давайте посмотрим, какая у нас была структура. Нам нужны именно такие размеры. Хотя нет, нам нужны размеры, как здесь. И, в принципе, оформление. Оформление и размеры, как здесь. То есть, мы видим карусель в RAP H3. У нас был. Давайте его найдем. В mine.css. Карусель в RAP H3. А хотя, зачем нам его искать? Единственное, что нам надо, это font-size. Нам даже не нужен transition. Нам нужен font-size и font-family. Поэтому, rounded.emg. Так, давайте выше маленько сделаем. Так, тизер текст. Item.vertical.2 возьмем. Text.align.center. Так. У rounded.emg.wrap, я думаю, все-таки нужно сделать. Или margin.auto. Ну, давайте лучше сделаем margin.auto. Чтобы он у нас центрировался. Я думаю, нет смысла делать ему inline-овый какой-то. Inline-овый какие-то параметры. Мы сделаем так. Ну, очевидно, что тут поменьше маленько надо. Давайте сделаем 130. Потому что, смотрите, это у нас при увеличении он так будет выглядеть. А в дефолтном состоянии он будет у нас иметь 120 вообще по ширине. Поэтому пропишем 120. Так. H3. Так, нам нужен font-size, мы говорили. И font-family. Так, вставляем. И напишем. Александр Васильевич. Напишем. Так. Так, 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 стоп. Ага, вот. И после rounded.emg мы пишем H3. И Александр Васильевич. Мы начинаем ковырять. Для чего? Для чего? Так. P. Менеджер продаж. И телефон. Ну, я не знаю, как делать телефон лучше. Давайте сделаем его... Ну, давайте item-vertical 2. Или item-vertical просто фон. Мы его в конце концов можем вставлять потом где угодно. Или как-то кастомизировать другие секции. И вставляем телефон. Ну, мы видим, также у нас есть значок телефона. Так, на сайте fontosom перейдем в icons. И найдем фон. Так, вот фон. Нам тут нужен значок именно мобильный. Соответственно. Вот он. FaMobileFone. Мы берем данную конструкцию и класс FaMobileFone мы вставляем просто-напросто перед нашим телефоном. Отлично, друзья! Отлично! Теперь давайте стилизовать. У нас H3 имеет 444 цвет. Поэтому H3 мы сделаем color 4. Дальше что мы сделаем? MarginTop. Очевидно, мы сделаем побольше. Мы сделаем по отдельности MarginTop, MarginBottom, чтобы нам лучше было ориентироваться. Так, смотрим. Смотрим. Нет, еще повыше. Давайте сделаем 40. Такое ощущение, что он игнорирует наши значения. Хотя нет. Хотя нет. Вот так отлично. Дальше у нас идет P. Так, стоп. Не то снес. Маленько. P. И что мы берем? Значит, менеджер продаж. Нам нужен размер шрифта. Цвет шрифта 666. Значит, font-size 13. В EM. Color 666. И у нас я вижу еще расстояние между символами. Маленько другое. Видим 140. За это отвечает параметр Letter Spacing. Давайте сделаем сначала один пиксел. Да посмотрим. Смотрим. Так. Ну, я не знаю. Мне кажется... Ну-ка. 2. Мне кажется, 2 как-то посолиднее смотрится. Великолепно, друзья. В принципе, расстояние у нас нормальное. До... Ну да, конечно, Margin Top я бы сделал поменьше. Очевидно, что у нас на макете поменьше Margin Top. Давайте попробуем сделать 0. Так. Ну, теперь ближе уже к идеалу. Теперь давайте поработаем над телефоном. Это у нас IVFone. Соответственно, мы делаем такой дочерний класс. Можно его, в принципе, сделать не дочерним. Можно его сделать обособленным. Чтобы была возможность его использовать где-то в другом месте. Так. Ну, во-первых. Color это понятно. Смотрите, у нас еще на Hover, да, есть какие-то... Эффекты. Здесь у нас меняется только цвет, да? Давайте возьмем цвет 999. Очевидно, что тут шрифт ExoBolt у нас. То есть пишем SS. ExoBolt и SunSurf. Фонсайз у нас 17.07. Ну, сделаем 17. В EM-чиках. Так. Отлично. Фонсайз телефона. 20. Здесь можно, в принципе, и, да? Можно... Ну, да. И фонсайз сделаем 20 пикселов. Здесь можно жестко задать 20 пикселов. Потому что это у нас иконка. И... MarginRite. Нет, 20 много. Я бы сделал 19. Так намного шикарнее смотрится. И MarginRite я бы сделал 3 пиксела. Давайте посмотрим. Да. Чтобы он немного имел отступ. Так же, как у нас на макете. Кроме того, давайте добавим transition всем необходимым элементам. Точка 5s сюда добавим. И добавим. И добавим у нас изображение также будет меняться. Давайте teaser text. А где у нас rounded emg wrap? Ну, ладно. Давайте сюда тоже добавим transition. Но... Но... Здесь на hover мы уже будем обособленно стилизовать. Обособленно будем стилизовать наш rounded. Потому что rounded мы можем использовать где угодно. И такие значения, как zoom, нам, в принципе, вообще неинтересны. Возможно, будут. В других местах. Так. Hover. Давайте поработаем над hover. А! У нас, смотрите, 5 я хотел увеличить. До 6. Потому что у нас border слишком какой-то такой невзрачный, я бы сказал. И на hover что мы делаем? Мы делаем... Transform. Scale. Ну, давайте 1 и 1 сначала попробуем. Так. Ну, отлично. Отлично. То есть, здесь мы видим, что он увеличивается. Ну, очевидно, что он увеличивается у нас побольше, да? То есть, наверное, до 1 и 2 даже. Да, он увеличивается у нас до 1 и 2. И, кроме того, что мы еще делаем на hover... iPhone. Ну, color мы меняем. Color. И accent. Чуть позже мы сделаем все необходимые расстояния. И видим, что так же плавно у нас меняется и телефон. Единственное, 1 и 2, ну, как-то топорно смотрится. Вообще, мне не нравится. Я бы сделал маленько поменьше. Так. Дальше смотрим. Расстояние телефона. Расстояние телефона сверху немного побольше. Поэтому давайте в дефолтной версии мы сделаем margin top 10. И посмотрим, друзья, как это будет смотреться. Так, что-то вообще изменилось у нас. А, это мы не туда добавили. Нам нужно именно в телефоне это сделать. Ну, вот он. Ну, да. Давайте в дефолтную все-таки добавим. В дефолтный и в фон. Так. Можно тут подрегулировать, конечно. Давайте обновим. Подрегулируем. Так. Margin top 10. До нужного нам эффекта. 25. 22. Давайте сделаем 24. Плюс. Что мы еще сделаем? Очевидно, я вижу, что у нас страдает слишком наш заголовок H3. Поэтому margin bottom я бы сделал поменьше, чем есть сейчас. Чтобы у нас до TGP не было такого конского расстояния. Так. А я туда это пишу? Такое ощущение, что он вообще игнорирует мои изменения. Так. 10. Давайте посмотрим. Да. Теперь намного лучше и практически так, как на макете. Ну, и здесь вместо 24 поставим 22. Потому что очевидно, что слишком много он у нас отступает. Ну, теперь отлично получилось. Так. Давайте разберемся с отступами. У нас очевидно здесь, что сверху есть побольше отступ. Поэтому мы поработаем на item vertical 2. Мы сделаем margin top 30, например. контейнер. Посмотрим, как это будет выглядеть. Давайте общий row найдем. Так. Контейнер, row, call.sm и call. Вот они пошли у нас. И пошла, 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 пошла. И здесь посмотрим. Ну да, маленько побольше. Конечно. 35. Да, теперь нам намного лучше, мне кажется, смотрится. Да. Друзья, ну отлично. Давайте сейчас попробуем прокопировать этот item, да, в другие колоночки. И посмотрим, удовлетворяет ли нашим требованиям данная верстка. Если не удовлетворяет, мы ее, соответственно, переделаем. Так, ага, у нас лишний тут остался. Я его просто не увидел. Я сразу, наверное, в последний забабашил. Так, смотрим сюда, смотрим сюда. Мелковатый, вижу сразу, что мелковатые картинки у нас. Around the TNG, V120. Давайте сделаем хотя бы 125. Побольше, да? Так, и видим, что теперь у нас все отлично это проработано. Единственное, конечно, еще надо побольше маленько сделать. Мы тут сделали маргентоп 35. Давайте сделаем 40. Чуть-чуть побольше, чтобы вообще идеально смотрелось. Потому что, когда все липнет, не очень красиво смотрится. Я бы даже сделал 50. Когда липнет, когда липнет. Вот, друзья, если делаете дизайн и сомневаетесь, липнет или не липнет, лучше сделайте больше. Но зато вы будете уверены, что это не будет смотреться слишком ущербно. Дайте воздуху дизайну, как говорится. Ну, конечно, тут у нас расстояние такое, тут такое. Но это, в принципе, нормально, потому что у нас айтемы обособленные получились. Давайте попробуем их адаптивить. Значит, здесь так. Ну, конечно, надо адаптивить на уже готовых айтемах, на заполненных. Давайте я их сейчас заполню актуальными фотографиями и продолжу. Так, ну все, дорогие друзья. У нас получились такие айтемы. Сейчас мы их попробуем заадаптивить. Так, давайте посмотрим на таком разрешении. Ну, видим, да, что на таком нормально, все у нас как бы вмещается. И на самых маленьких, на SM, они у нас просто уже идут друг подружкой. Если мы посмотрим на мобильных, то мы видим, что это Марина, это у нас другой сотрудник и другой сотрудник первый. То есть, ну, понятно, да, что у нас получилась нормальная адаптивная верстка. Ну, что ж, друзья, данную секцию мы с вами также закончили. Следующим уроком мы сделаем партнеры компании. Это будет также карусель. Вы узнаете, как делать много каруселей одним плагином на одной странице. Тоже много интересного. Также узнаем. Ну, и все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok